всем привет это зло нашел еще один хороший реплей просто просматривая реплей в хранилище ё-моё чаще происходит то вот я как бы прикаясь что на самом деле начала реплея смотрел но вот вот этого я не замечал чувак начал с двух экстракторов это очень странно и так здесь у нас справа вверху за синих кебран играет дюк нюкем также известный как doom это украинец играет в основном за кебран очень сильный игрок слева внизу играет никому неизвестный космический x-men причем играет за не совсем космических офз при этом он прошелся командиром чего я не рекомендую делать ваших билдок слишком рано если конечно вы идете гидрокарбонки а здесь на очень далеко на удивление отстает по очкам он не так сильно я бы думал что с таким стартом можно было я не знаю просто но это довольно нестандартный старт мягко говоря еще инженер здесь ничего не делает то есть сейчас мы наблюдаем ошибки space x-men а ну как я уже сказал я реплей смотрел начало я понял что реплей хороший и решил что его стоит показать в начале в самом начале я бы сказал ничего супер интересного нет здесь более технические аспекты ошибок обоих игроков мы видим что doom здесь не помогает отстраиваться инженером что по моему мнению вообще тоже ошибка надо все таки как-то пытаться это делать давайте посмотрим по энергии губа баланс ресурсов у нее хорошие тогда в общем я выискал что нормальный кстати я вот никогда не замечал что как вообще лучше делать build на этой карте и кажется что я бы воспользовался вот этим вот то что делает дюк нюкем собирать камень здесь потом камень здесь а потом идти захватывать сзади потому что совершенно непонятно где лучше спускаться в воду видно что здесь есть пляж но спуск очень крутой я раньше вообще его не замечал и так то есть дюк нюкем у нас делает второй воздух с третьей землей очень странно что сегодня инженер строй гидрокарбонку и потом уйдут фабрики только после гидрокарбонки один инженер делает одну фабрику после того как соберется здесь то есть здесь налицо недостаток фабрик то есть человек не спешит строить фабрики здесь у нас space x-men довольно много энергии заказывает как если бы он делал еще одну антивоздушную фут воздушную фабрику и то есть две фабрики у него до сих пор и как я понимаю то же самое дюк нюкем а дюк нюкем начинает с истребителя space x-men начинает с бомбардировщика забегание у нас одними мехмарином успешно убивает инженера который довольно далеко ушел от базы довольно важный инженер его охраняли целых два мантисы обсказал инженер пытался зареклаймить но мехмарин было его мне крыль и в общем ничего не получилось тоже инжене ничего не делают довольно мне кажется как будто не очень успешный не очень успешный билд у дюк нюкем и мне кажется можно было бы намного лучше пролетает разведчик и это конечно же очень плохой знак и уничтожает инженера дюк нюкем и дальше мы видим что делает space x-men у него энергии типа хватает хотя вот у него мало он строит конечно фабрику сейчас видим как только фабрика до достраивается там чуть ли не 60 плюс скакнуло то есть для производства из этих фабрик у него хватает но на строительство самих фабрик у него недостаточно сейчас гидрокармонка достроилась так что нормально он строит фабрики на главной базе у него уже пять этих фабрик чисто на главной базе по по распределению по экспансии он медленно очень двигается так сказал что дюк нюкем двигается значительно быстрее давайте посмотрим у нас что-то 500 массы хранилища у space x-men и 500 дюк нюкем на дюк нюкем потратил явно больше массы здесь он уже два экстрактора у него апгрейдится и даже с асистом больше пока не апгрейдится и у дюк нюкем и то есть всего лишь три фабрики против пяти но он наконец-то строит еще хотя бы 1 4 фабрику поэтому можно сказать что здесь все-таки более-менее оправдана между теми мантисом не удается найти инженера 4 убийства у мальца конечно не понимая чё мог убить наверное какие-нибудь может или какие-нибудь разведчики и мехмарины которые сюда забегали что он еще мог убить пять фабрик еще четыре фабрики заказано не видно чтобы он строил дополнительную энергию поэтому кстати а ему и не нужно удивительно много энергии человека то есть он не планирует делать два экстракта единственное что все-таки по экспансии крайне медленно то есть распространенная ошибка это делать короткие короткие цепочки короткие цепочки указание инженером и получается что вот он приказал инженера построить экстрактор и больше ничего не приказал приказал инженером построить 3 экстрактора и больше чем приказал пока приказал камень больше не приказал и И в итоге, в один момент времени у него оказывается несколько инженеров, которым нужно давать указания, и это очень неудобная ситуация, потому что получается, что одновременно несколько вещей, которые тебе нужно обязательно контролить, и в итоге получается, что тебе нужно очень много микроконтроля для этого. Хотя, если бы ты просто делал это, сделал бы побольше команд, пока у тебя было время, у тебя могло остаться гораздо больше времени на то, чтобы делать команды другим инженером позже. Удачный, удачный бомбардировщик. Опять, не все экстракторы заняты на плато. Между тем, Дюк-Нюкин обгоняет по очкам нашего Space X-Mena и развивает все больше экстракторов. А карта... Ой, так, мышку почистил. А карта, если посмотреть на нее, здесь целых три прохода, и на карте довольно много экстракторов, то есть даже посмотрим на Дюк-Нюкин, потому что он быстрее развивается. 19, то есть у него уже 22 там экстрактора занято, при том, что он мог занять еще 3 спокойно, 4, 5, и еще здесь. То есть около 30, блин, экстракторов на человека. И при этом довольно большой проход посередине, недостаточный для спама. И проходы еще по сторонам. При этом куда ты не пойдешь, экстракторы распределены равномерно по территории, поэтому... Ну, смысл Т1 спама в том, что если у тебя больше Т1 спама, ты сможешь пропушить своего оппонента чуть подальше. И с каждым сантиметром, так скажем, ты вполне можешь занять еще один экстрактор. И на картах это бывает важно. То есть SpaceX Man у него небольшое преимущество по количеству танков здесь посередине. Он продвигается вперед, и видно, что он захватывает два экстрактора практически сразу. Продвигается вперед, один экстрактор у оппонента отнял. Продвигаешься вперед, и то есть сразу натыкаешься на следующий и следующий экстрактор. То есть такой вид, скажем, экспансии постоянной за счет Т1 танков, он здесь поощряется на этой карте. Кроме того, можно построить транспорт и высаживать на плато здесь Т1 юнитов. И в общем, то есть мы видим, что SpaceX Man спамит с 10 фабрик, и в общем-то вся масса, что у него есть, она и уходит на Т1 спам. Между тем, Дюк-Нюкин сильно обгоняет своего противника по всем параметрам, по количеству энергии, по количеству массы, но вот по количеству фабрик и по количеству танков он отстает. И все потому, что он вложился в, ё-моё, 6 Т2 экстракторов и даже начинает делать хранилища. И в общем-то мы видим, что у него-то преимущества совсем немного. То есть он начинает потихонечку проигрывать карту. Здесь, конечно, он очень удачно ставит турельку, но он немножечко проигрывает карту в центре, немножко проигрывает справа, немножко проигрывает посередине. И на самом деле, конечно, в Итуте не будет хорошо, но вот сейчас я замедлил. Очень важный аспект ситуации, когда вы не делаете экономику, это то, что у вас больше юнитов. Если посмотреть на эту ситуацию, здесь всего лишь три мантиса, окружены кучей танков ОФЗ. И к чему это приводит? Это приводит к плохому бою. Я вот не знаю, как мне можно кого-то чему-то обучить. Нужно ввести концепцию боя, что, ну, не знаю, сражения, которые случаются на карте, они бывают хорошие или плохие. Если вы сражаетесь одним танком против двух танков, и никто из вас не микрит, получится в итоге так, что ваш танк снесет половину здоровья одному из вражеских. И после этого ваш танк просто умирает. Это плохой бой. Вы не нанесли никакого значительного урона своему противнику. И у противника осталось два танка. И в следующем бою один танк против двух вы просто рискуете наполовину побить второго танка. И получится, что опять у оппонента два танка. А если тут еще и преимущество в три раза, то ситуация может стать еще хуже. А после этого у вражеских юнитов может начать появляться ветеранство. Поэтому даже если вы не производите экономику, это не значит, что вы не извлекаете дополнительные выгоды из боев. Как раз таки очень часто извлекается выгода из боев в том плане, что вы можете сражаться несколькими юнитами против меньшего числа юнитов врага. И это может дать вам хотя бы какое-то преимущество. Потому что обычно все-таки сприм-коммандер очень сильно баланс склонил в пользу защищающейся стороны. Потому что нападающий оставляет следы в виде кучи массы, которую можно собрать. И если посмотреть, это вот просто вот до плюс 100 здесь мелькает дополнительного дохода по массе, когда эти инженеры собирают ее. Вот у Дюк-клюк у него сейчас просто даже проблема потратить то, что ему тут подарили. Потому что он, блин, он сам понаделал кучу-то два экстрактора. Так что массы у него точно хватает. Спейс Икс Мэн, 1400, точнее 14 тысяч здоровья. А это значит, что он прокачал Т2. То есть... Когда вы играете, конечно, тоже еще... Я рассказал про бой, в кавычках, или сражение. Еще есть, кроме боев в сражении, есть переходы. То есть, командир прервался от сражений и перешел на следующий уровень, а именно на Т2. Здесь же Дюк-клюк перервался от активного спама Т1 на менее активный и перешел в Т2 землю. То есть, у нас Т2 земля против Т1 земли и Т2 командира. Всего 10 хп у него устанавливается. Почему-то мне кажется, что это как-то неправильно. А вот сейчас смотрю от его лица до 20 хп. Все-таки чуть-чуть прибавляет Т2 апгрейд, но очень мало. И сейчас мы видим, что Дюк-клюк здесь у него, в общем-то, огромное количество целей для тактических ракет. И поэтому он решает воткнуть защиту от тактических ракет. Но у него... у него врага недостаточно здесь. Совершенно недостаточно какого-либо Т2, кроме вот командира, чтобы что-то сделать. Вот первые два юнита здесь гоплиты. Ну и танки тоже вылезают. И Дюк-клюк начинает извлекать какую-то выгоду из своего Т2. Мы видим, что здесь случаются сражения, которые чисто выигрывают с Т2 с землей. И у нас Дюк-клюк хочет очень быстро воткнуть генератор. У него есть оверчардж, так что генератор ему вполне очень даже поможет. И то есть SpaceX-Man пока что отжал только два экстрактора здесь, два здесь, то есть 4, 5, 6, 7 экстракторов у оппонента отжал. Не так уж и много, учитывая большое преимущество по экономике Дюк-клюк. И сейчас SpaceX-Man у нас делает, вот не знаю, как по-русски сказать, по-английски это называется Т2-5D-крип. Дюк-клюк здесь пытается как-то это остановить, использовать поворчардж. И так вот, SpaceX-Man у нас использует Т2-5D-крип. Это тактика, когда ты продвигаешься потихоньку вперёд, используя Т2-турели. Всё-таки, как вот, блин, не замедливал. Мне очень не нравится то, что здесь у SpaceX-Man до сих пор не заняты некоторые экстракторы. Очень медленно он их занимает. Но давайте смотреть на бой. И здесь у нас строится Т1-турели и Т2-турели. Между тем, очень большой урон у нас здесь идёт чисто от Райно. У них, по-моему, 90 FPS. То есть почти 100. Они, видимо, чуть меньше, чем раз в секунду стреляют с ними лазерами. Пил-пил-пил. И наносят около 50 урона. Раньше лазеры, точнее, вот сейчас они имеют форму лазеров. И видите, как они иногда обмахиваются. И для того, чтобы исправить промахи, я помню, лазеры переделывали именно в выстрелы. Обычные, как у всех, только эти выстрелы делали очень быстрыми и самонаправляющимися. И тогда Райно были очень хорошими. Сейчас же вернули опять лазеры, потому что они, блин, они красивы, считается. Но, к сожалению, у Райно промахивается. На самом деле, здесь 90 FPS от каждого танка. Пока здесь у SpaceX-мена у каждого Т1 танка около 23-24 FPS. И во время битвы все-таки Райносы очень хорошо себя проявляют. Но здесь мы смотрим, что строятся Т2 турели активно. Т1 турели. Асистов на Т2 фабрики не так уж и много. Но, в целом, Дюк Нюкен все-таки держит свои позиции. Его нельзя сказать, что его прорейдили. Рейды начинаются только здесь, когда здесь оторвана экспансия. И здесь SpaceX-мен посылает юнитов и может здесь прорейдить. Но вот все, что происходило до этого, это было именно... Не знаю, блин, слишком долго комментировал по-английски. Так что скажу именно то, что SpaceX-мен пропушил по центру. Он не рейдил, он именно продавил врага по центру. Вот, правильно по-русски надо сказать. И дошел прямо вот до вражеской базы, где встретился с Т2 турелями. Здесь у нас 13 убийств в Т2 турели. Больше асистов переходит у нас наконец-то на Т2 фабрику. Потому что вот это нужно, я думаю, Дюк Нюкену. И что у нас дальше происходит? Дюк Нюкен еще делает у нас экстракторов. Видимо, потому что все-таки он думает, что инженеров ему не хватает. У него и фабрики здесь погибли. И, наверное, массу якобы некуда тратить. И он делает еще экстракторов апплит. И, конечно, здесь возникает проблема. Да, он еще и здесь сзади апплит. Возникает проблема, когда аббрейд экстракторов завершается. Становится слишком много массы. Но, конечно, здесь такой проблемы на самом деле не так сильно возникает. И в основном потому, что... Потому что, блин, он проигрывает территорию потихоньку. И это означает, что массы все-таки не становятся ненамного больше. Так, вернем на плюс 0 скорость. Дюк Нюкен сам что-то апгрейдит. Из-за багов мне не видно. Только если кто-то начнет арсистить, я могу понять. Ну, это похоже на Т2 или пушку. Не слишком быстро, не слишком медленно апгрейдится. Так, а здесь у нас... Мы видим, что серверы стреляют в Т1. Они довольно эффективны против Т1. Спам Т1 до сих пор продолжается из того же самого количества фабрик. Спейс Эфина так делает. И... В общем, довольно эффективно ведет его себя в педикрип. Здесь мы видим баг. Кстати говоря, а может быть просто турели пытаются стрелять по танкам. Но все-таки есть такой баг, что турели не сразу начинают стрелять по зданиям, которые оппонент начинает строить в зоне действия ваших турелей. То есть он начал строить, а они не сразу начали туда стрелять. И вот мы видим дюк Нюкен. Здесь у него заканчивается масса. Очень хороший бой. Мы видим, что почти все районы стреляют. При этом минимальное количество Т1 стреляет. Я бы сказал, что здесь для дюк Нюкена все-таки неплохой бой. Конечно, вот сейчас он наступил слишком далеко назад. Потому что он думает, что его районам может быть не нужно стрелять. Ведь главное, что его турели стреляют. И здесь вот очень все плохо для дюк Нюкена. Он пытается делать производство слева вверху. Пытается делать какие-то турели здесь. Хотя сейчас у него стратически хватает массы для производства больших турелей. Для того, чтобы отбить турели врага. Мы видим, что спейс-эксмен не спешит рашить вперед. Его главная цель это построить эти турели и убить турели врага. Турели жидик-нукими отвлекаются часто на стрельбу под один юнитом. Хотя, конечно, стрелять по артиллерии, я бы сказал, довольно полезно. Все равно очень много районсов здесь у дюк Нюкена. И я бы сказал, что эти армии, если бы они сражались в обычных условиях, победили бы их два танки. Потому что все-таки районсы обычно очень хороши наступления. Да, ровно 50 сносят, а не ОФЗшным танком. Поэтому здесь нет оуверкила. И эти, эти танки, они здесь не очень эффективны. Но, здесь втыкаются Т-2 турели постоянно позади этих танков, которые сейчас просто, ну, как мясо используются. И отгоняют танки врага. Я думаю, было бы лучше, если бы здесь дюк Нюкен использовал атак-муф, чтобы все-таки убедиться, что все его танки всегда стреляют. Потому что ситуация не использует автоматически оуверчарж, как я подлежу, потому что он очень удачно зауверчал. Уже вот здесь 5 юнитов. И, как я подлежу, он прокачал себе пушку. Да, пушку прокачал. Довольно хорошая вещь, потому что иногда удобно можно подойти и на части убедить оуверчарж турели издалека. Не обязательно ходить близко. Между тем, уже 3 турели против нуля турелей. И это очень опасно, очень опасно для дюк Нюкена. ОФЗшные турели имеют урон по площади. Мы видим, что попадая в фабрику, они отменяют строительство внутри фабрики. Здесь у нас у дюк Нюкена количество районсов уменьшается. Дюк Нюкен не может вовремя отреагировать на то, что возводится 2 турели здесь. И я боюсь, что эти 6 всего лишь шансов будет недостаточно для того, чтобы победить 5 турелей. 6 турель строится, и 1 подкрепление прибывает. И ситуация для дюк Нюкена выходит очень непростая, потому что эти турели находятся в зоне действия Т2-HQ. И здесь у нас дюк Нюкена, в общем-то, очень хорошо отключают турели, но приходят танки. И турели просто повреждены. Поврежденные турели стреляют так же хорошо, как и турели с полным здоровьем. Они еще могут эти разы получить и сами отрегениться. Очень опасная ситуация дюк Нюкена. Он начинает тыкать в свои турели призади и HQ в хорошую оверчардж. То есть, не уверен, что SpaceX-Man сможет додуматься, хотя ему совсем чуть-чуть вперед протолкнуться, и он бы смог уничтожить Т2-генератор дюк Нюкена. А это было бы очень больно, если учитывать, что часть генераторов уже уничтожена, гидрокарбонка уже уничтожена. Но в Дюк Нюкен начинает производство Райнсов слева вверху, и здесь уже 5 Райнсов готово. Они могут, в общем-то, прийти на главную базу врага, и там им ничего не помешает уничтожать все, потому что юнитов мало, юнитов и один. А, кстати, мы видим, что SpaceX-Man все-таки выделил немножко ресурсов для чего-то, кроме Т1 Земли и Т2 Турелей, и здесь он начинает делать пиларов в его единственном HQ. И с этим я не могу сказать, что я сильно согласен, потому что нужно, мне кажется, резче переходить на Т2 в данной ситуации. Хотя на самом деле я бы вообще уходил в воздух в данной ситуации. Хотя нет, нет, учитывая, что здесь все-таки идет производство вражеской земли, то нет, не уходил бы в воздух. Я бы сказал, что было бы разумно строить меньше Т1, и хоть как-то потихоньку переходить на строительство Т2 вместо Т1. Есть опасность в резком переходе с Т1 на Т2, то, что какое-то время у вас будет очень мало юнитов, но все-таки я считаю, что чем раньше вы безболезненно сможете перейти на Т2 с Т1 на Т2, тем лучше, потому что, конечно, сейчас все зашибись. У SpaceX-мена, он думает, что он убил HQ, и у врага нет Т2 юнитов, но Т2 юнита есть, и эти Т2 танки, Райнас из 1900 ХП, они очень хороши против Т1 земли, особенно если их не кредитное отступление. SpaceX-мен довольно мало у него энергии, и я, в общем-то, одобряю, что он будет строить Т2 генератор, хотя можно было строить и на базе, но у него нет разведданных по левой стороне, а если бы он построил на базе, то он мог бы потерять этот генератор, потому что скоро придут Т2 танки. Дюк-дюкем у нас очень удачлив, стоило SpaceX-мену отойти чуть пониже, то есть он может выбрать вот так вот, смотреть радиус турели, или точнее вот так он тоже смотрит радиус турели, воткнуть турель сюда, и, в общем-то, что-то непонимающе, что-то мешает убить этот генератор, но нет, турель просто не стреляет на генератора, и, скорее всего, это баз связанная с тем, что турель смотрела на турели врага, и думала, вот сейчас будет мечтой, вот сейчас-все-сейчас она войдет в мой радиус атаки, и я смогу по ней стрелять, в общем, я бы сказал, что здесь дикут больше силы, того, что генератор так и не уничтожили, но довольно много Т-1 турелей на базе, два туреля уничтожаются, строятся новые Т-2 турели, здесь строятся два инженера, он уничтожается командиром и оверчарджем, и Т-1 турели, в общем-то, стреляют, и хорошо работают по Т-1 армии, SpaceX-мены, Т-1 артиллерий не сфокусирована на турелях, и вместо этого он уничтожил, докрича фабрик, что само по себе совсем неплохо, Дюк Нюкен наверняка, либо слишком занят, либо не может поверить, что на базе у противника нет практически ничего, у него здесь пять Т-2 танков, что является очень сильной армией, ему бы все-таки выйти вперед, и попытаться что-то сделать, SpaceX-мены, господи, ты будешь, ты мой, SpaceX-мен влепляет Т-2 артиллерию, тот самый момент, когда становится слишком много массы, и ты не знаешь, на что ее потратить, ужасный таргетинг Т-2 артиллерии, он не специфицируется в скоплении бражных химик, получше вообще в здании, но, кстати, сказать, что выбор Т-2 артиллерии, ужасный выбор, я лично не могу, мне тоже это нравится, нравится Т-2 артиллерии, я думаю, что это удивительно весело, и пользоваться Т-2 артиллерии, но на месте SpaceX-мена я бы все-таки делал еще и экономику, потому что, как ни удивительно, по производству юнитов, он может, скоро даже начнет отставать от Дюк-Нюкема, между тем, Дюк-Нюкем проседает по энергии, кажется, его генератор наконец-то был уничтожен, и я думаю, что это очень серьезно для него, ему нужно делать не Т-3 экстрактор, а еще одни генераторы, ему нужно сфокусировать все, что есть, на еще одни генераторы, он решил купить свою Т-2 артиллерию, в данный момент очень много всего производится здесь, на базе Дюк-Нюкема, радары все еще работают, Т-3 экстрактор он на паузу апгрейд не поставил, в фабрике работает, минус 1700 энергии, у Дюк-Нюкема, и это довольно ужасно, ему срочно нужна этот генератор, для того, чтобы продолжить строить хоть что-то, сейчас все строится медленно, он лепил наконец-таки свое, в целом, в артиллерии, грубо и разумею, попытаться убить Т-2 генератор противника, мы видим, что райницы вообще не встречают никакого сопротивления, кроме кабинга борьбировщиков, и они просто спокойно уничтожают фабруки, никто им не может даже помешать, между тем, радара нету у Space X-Men, точнее у Дюк-Нюкема нет радара, Space X-Men очень медленно продвигается вперед, используя Т-2 артиллерию, Т-2 артиллерия это очень хороший выбор, но, однако, если все-таки Дюк-Нюкем перейдет в Т-3 землю, я считаю, что Т-2 артиллерия очень плоха против Т-3 земли, особенно потому, что все-таки артиллерия в данном случае является именно оружием, неточным оружием, который имеет радиус поражения, то есть сплэш, и такое оружие в основном удобно применять против множественных целей, потому что если пробахнешься по одной, попадешь по другой, кроме того, что-то еще хотел сказать и забыл, против множественных целей, ну да в общем-то и все, лоэлисты это очень хорошие юниты, довольно дорогие, поэтому множественными они бывают не так часто, интересные ситуации здесь, в облике стреляют по такой большой арте, что он умудряется защищать здесь, умудряется защищать это плато, спейс-экс-мен практически полностью выжил, дед нюкема с его базы, посмотрим, как ситуация с энергией, наконец-то ситуация с энергией нормализовалась, он у нас целится именно в ображескую артиллерию сам, вместо лоэлистов в бой идут кирпичи, в общем-то это не так плохо, но, блин, пару лоэлистов было бы удобно, для того, чтобы заслать одного на плато, одного на базу, здесь явно видно, что спейс-экс-мен как-то не сильно пайс, он вообще все свои войска постоянно посылал только наверх и даже не попытался защититься от этих пяти, или сколько там было, от этого танков, которые пришли на его базу и, в общем-то, вынесли все, здесь у нас очень удачно гинтеры атакуют по генератору и артиллерии, но сейчас спейс-экс-мен наконец-то воткнул щит, он делает еще одну хп, которая только сейчас переходит в т3, а где кирпичи? Видимо, он отменил кирпичи, его делает лоэлистов, здесь у нас есть турели, но как-то было не стыдно, как бы это ни было бы странно, кирпичи мощнее, чем т2 турели, единственное преимущество этого турели, это большой радиус атаки, и сейчас гинтеры, гантеры и дикмюкен все-таки добили генератор, я думаю, что это у нас сейчас очень плохая ситуация, у него минус 300 по энергии, на его месте я бы любой ценой пытался восстановить, генератор также может сделать гибрикарбонку, но здесь наконец-то мы видим, что артиллерия была уничтожена, в дикмюкен построил тут что-то новое, строят стеночки, и я считаю, что это правильно, он уступает подальше от своего врага, и мы видим, что... Ё-моё, т3 экстрактор под водой, я не знаю, когда и как это случилось, но это просто пипец, опять, вот мне кажется, что очень плохое использование этого артиллерии, все-таки неоправданное, точнее нельзя сказать, что это плохое, он пропушил до начала вражеской базы, и начал леплять артиллерию, так, чтобы уничтожить всю вражескую базу, однако артиллерия, это, наверное, один из самых дорогих, методов уничтожения вражеской базы, наверняка можно было придумать что-нибудь еще, в данный момент видим огромную ошибку в SpaceX Man, он пытается построить генератор, не выключая радар, не выключая щит, не ставя на паузу HQ, и да и все остальные радары он не выключает, у обоих игроков в данный момент, вообще воздух не производится, и вот, кстати, дубники мог бы использовать это в свою пользу, потому что энергии у него должно хватать, хотя, конечно, с таким количеством Т3 экстракторов, уже 3, так, 3 экстрактора, и на данный момент у него именно предостаточно массы и энергии, ему нужен еще один генератор, если он собирается сейчас быстро что-то тратить, SpaceX Man достроил свой генератор, он медленно апгрейдится до Персивалий, но сейчас что-то как-то много интересного не происходит, так что давайте ускорим, оба игрока рейдят друг друга, и от старой базы Дюк Милкема не осталось совсем ничего, но у SpaceX Man ситуация еще хуже, ему все производящие сдаи, кроме вот этого HP, но они почти уничтожены, базы лишились оба игрока, но Дюк Милкем отстроил базу в левом верхнем углу, и это здесь является решающим фактором, и в прошлом касте я говорил о том, что нужно делать против луэлистов, как раз таки на таких картах, где может просто проход закрыть, вот такие стеночки из турелей и стеночек довольно эффективны против луэлистов, конечно, обычно бывает так, что луэлистов может быть столько, что четыре турели не играют никакой роли, либо... что еще я хотел сказать, либо луэлисты просто могут попробовать обойти эти турели. Я не вижу какого-либо выхода для Space X-Men, он начинает делать персивали, однако это слишком поздно, у него нет ничего, кроме одной артиллерийской установки, и луэлисты уже направляются на базу Space X-Men. Получился очень интересный реплей, который, в общем-то, показал, как Дюк Нюкен, несмотря на то, что ему сделали вот этот Т2-5 крип, он все равно среагировал достаточно адекватно, он отстраивал два турели, пока мог, он... начал делать дополнительную базу. Хотя, конечно, сейчас, когда я говорю об этом, и говорю об адекватности его отстраивания, или что-нибудь в таком духе, я бы сказал, что здесь еще влияет фактор что-то хотел сказать, забыл. Совсем забыл. Уже нельзя посмотреть свои записи, сейчас посмотрите. Ну, видно, я на сегодня уже устал. Мы видим, как кирпичи потихоньку выигрывают, хотя, на самом деле, Персивали прячется за кучей мяса, и Персивали уже 6-7 Персивали. Ну, я ни в коем случае не верю, что у SpaceX Man есть какие-то шансы. А, вот что я хотел сказать. Дюкникем производил только носорогов, Райносов, со своей очки фабрики, и я думаю, что не построить, не построить мобильные ракеты было большой ошибкой. Это бы существенно замедлило бы ход и стоимость вот этого пяти грифа во многом. Потому что, кроме турелей, придется строить противоракетные, которые не так хорошо работают против кибранских вайперов. Поэтому, я бы сказал, что игра у Дюкникем была точно не идеальная. Он слишком много экономики сделал в начале, затем он сделал Райносов и не сделал ни единого вайпера и проморгал, когда был момент, что ему сделали PD крип, он мог бы попробовать сражаться более агрессивно с своими танками и начать вырезать Т1 как можно раньше, а потом, когда турели уже построены, чтобы Т1 ему уже не мешало. Ну, в этом реплее все пошло не совсем так. А Дюкникем неплохо разжился по экономике и в итоге сумел набрать столько экономики, что запросто перенес все производство в другой угол карты. мне понравилось, как Дюкникем здесь защищался. Мы видим еще одну интересную базу Т2 артиллерии, очень сильно защищенная Т1 турелями. мне этот реплей понравился, по крайней мере, потому что здесь Дюкникем выжили с базы и он все равно выиграл. Надеюсь, что вам понравилось тоже, надеюсь, что вы что-то новое, может быть, узнали. Ну и всем спасибо за просмотры, ставьте лайки. Насколько я знаю, лайки влияют на то, как часто мои видео будут мелькать в рекомендациях. Даже неважно, будут ли лайки или дизлайки, любые нажатия или любые комментарии работают положительно в сторону в сторону видео, так скажем. Нет, как бы это правильно сказать. И лайки, и дизлайки помогают продвижению видео, но, конечно, все-таки дизлайки ставить не надо. Они у меня обычно пересчитывают по пальцам эти дизлайки, пытаясь узнать, кто поставил и почему поставил, что не понравилось. Поэтому ставьте лайки. Можете, конечно, все равно ставить дизлайки, если хотите, чтобы я действительно понял, что вам что-то действительно не нравится в определенном видео или определенном формате. Но, конечно, лучше объяснить в комментариях, что вам не понравилось. Я комментарии читаю. И я думаю, с этим видим, уже точно пора заканчивать. Все, всем спасибо. Увидимся попозже на следующих кастах или видео.